Просветительские рождественские встречи – это уже третье мероприятие, проводимое ежегодно. Первое прошло в 2021 году. Провели его научно-исследовательский центр Гагаузии имени Марии Маруневич совместно с Камрадским благочинием и партнерами из ученого сообщества страны и региона. За годы сотрудничества научного центра имени Марии Маруневича и Камрадского благочиния было реализовано немало проектов. Это книга «Православные храмы Гагаузии», «Чакировские чтения», переведенный на современный гагаузский язык тексты церковных литургий и, конечно же, презентация сегодняшнего песенного сборника «Гагаузла Рынгин фолклор Теркулеры». Его автором является Ресул Баы. Во время сегодняшних рождественских встреч прошла презентация результата последнего совместного проекта Камрадского благочиния и партнеров НИЦ Гагаузии в лице наших коллег, ученых из Республики Турция. Это презентация книги «Православно-песенный фолклор гагаузского народа как богатое духовно-нравственное наследие». За последние три года было собрано много материала в населенных пунктах автономии, в соседних населенных пунктах в соседней Украине, где наши предки, бабушки, дедушки сохранили православные песенные традиции, дошедшие до наших дней. И мы сумели, собрав их, изложить на страницах одной книги, приложив туда и ноты. И теперь они станут достоянием не только нашим, но и наших поколений, будущих поколений. Помимо сборника на форуме также был презентован клип, который отразил один из фрагментов совместной деятельности НИЦ Гагаузии и Камрадского благочиния. Идея создания клипа принадлежит сотрудникам научно-исследовательского центра имени Марии Маруневич. Камрадское благочиние откликнулось на предложение, и результат этой работы был сегодня представлен участникам мероприятия. «Работа над клипом шла на одном дыхании. Собирался материал достаточно долго. На протяжении нескольких поездок мы собирали батюшек нашего Камрадского благочиния вместе, выезжали на фоновые съемки, работали с нашими студиями, чтобы положить музыку качественно на этот клип. И в результате получился этот продукт, который был сегодня презентован. Сама работа в студии тоже шла активно, заняла не такой большой промежуток времени. Буквально за несколько недель этот клип получил свой конечный вид». Субтитры создавал DimaTorzok Не осталось в стороне и младшее поколение нашего христианского мира. Ребята из церковного хора села Копчак под руководством викария Виталия Зелинского представили свое выступление гостям мероприятия. Татьяна Доброва, Григорий Ставилов, Артем Топал, ГРТ Новости. Доброва, Григорий Ставилов, Артем Топал, Гритов, Артем Топал, Гритов, Артем Топал.